всем добрый вечер добро пожаловать на вебинар компании sdm сегодня у нас хороший день четверг самый лучший день наверно во всей неделе я думаю все знают почему последний рабочий день недель а потом выходные и так далее по традиции наших четвергов мы проводим сегодня вебинар с участием светланы криском практикующего психолога арк терапевта психофизиолога женщина которая больше всех и лучше всех наверное более полно знает о продукции с наполнением из микросфер так как занимается этими изделиями уже более 15 лет сегодня я попросил ее рассказать более так скажем поподробнее об изделиях это вы увидели что сам я на сегодняшний день вот сижу именно вот в этом изделии это шейный бандаж и действительно как только его одеваешь буквально через несколько секунд уже даже не минут прям чувствуешь вот начиная тепло тепло в этом ну и конечно внесет за собой другие определенные преимущества выгоды для людей которые получают которые пользуются этими изделиями ну и конечно очень многих людей любимые изделия этого report report это это целые площадки это целые такие изделия которые многофункциональные конечно приносят очень большую пользу всем кто пользуется ими поэтому я с большим удовольствием передаю слово светлане светлана вам слово мы все внимательно вас слушаем и запись включена пожалуйста да изделие с микросферами это изделие нового века нового представления о том что такое человек и что такое его здоровье и поэтому очень трудно с первого взгляда сразу понять как они действуют потому что это просто ну просто тряпочка наполненные чем-то и казалось бы проще некуда и о чем можно говорить когда работают века работают ученые масса различных открытий делается чудесных совершенно которые действительно помогают людям но всегда для этого для того чтобы особенно последнее время для того чтобы получить эту помощь нужны во первых огромные средства во вторых совершенно потрясающе талантливые диагносты люди от природы которые должны понять что же с вами происходит и к сожалению у нас по-прежнему продолжают лечить отдельно какой-то орган и никак не соединиться западная и восточная медицина восточная медицина ближе к истине они все-таки исходят от целого от энергии и там не зазорно говорить энергии ци и так далее и большинство людей вот обычные мы люди мы относимся скептически иронически к людям которые занимаются практиками которые мотаются по глинтам монастыря которые там что-то делают а этих людей толкает их предназначение для того чтобы человечество восстановила утерянные когда-то знания очень это очень серьезно мы 200 с лишним лет жили во лжи постепенно увеличивающиеся в огромном количестве и тем более о представлении что такое человек живой человек эти знания спрятаны за семью печатями и так далее и вот мне повезло что я встретилась с этими изделиями и началось мое исследование понимание что такое я прежде всего тем более что я не болела кстати я должна сказать то все представления ваши о человеке о болезни они уже рухнули просто рухнули и если верить передовым ученым они говорят что в растерянности вот что нужны совершенно другие учебники совершенно другой подход все вообще совершенно другое человеку и вот такая радость вот такой дар почему я назвала светлодар там свой круг потому что дарящий свет я начала это в 2008 году а вот ученые говорят что тотально вот это излучение каждой клетки света началось в 12 году и я должна сказать что я наблюдаю за эти 15 лет я наблюдаю гораздо быстрый результат гораздо более мощный результат с каждым годом тот результат который я получаю вот в прошлом году получала я не получала все 15 лет были результаты такие мягкие скромные типа прошла боль там в колене прошла боль в позвоночнике волосы почернели лысина заросла там энергия появилась сон улучшился стопы перестали болеть и в основном были связаны результаты с прекращением боли а боль у нас находится в первом теле за физическим телом это эфирное тело а вот потом постепенно с каждым годом начался более глубинный результат и люди начали давать обратную связь с этим глубинным результатом во первых начались результаты именно по эмоциональному состоянию другому то есть появилась начала исчезать тревога у людей появилась защищенность уверенность радость несмотря на то что внешние обстоятельства вроде бы не диктовали этого меня это особенно обрадовало потому что я психолог появились дети с аутизмом у которых это заболевание прошло появились с рассеянным склерозом это тоже неизлечимое считается заболевание то есть появились люди это на первых этапах значит после того как только боль проходила более глубинные потом уже это буквально вот последние вот пандемия да годы но у меня появилось еще больше обратных отзывов потому что больше продаж больше людей и появились отзывы еще более серьезные отзывы которые например раковыми больными связанными которые говорили что раковая опухоль купировалась потом появились больные с вообще необъяснимыми заболеваниями о которых врачи говорят мы не знаем что такое как я вам рассказывала женщина из которой иголки начали лезть она говорит что какое-то насекомое задохнуло и ее тело превратилось передвигающиеся опухоли по всему телу вот и потом это в виде иголок стало из тела выходить то есть начались какие-то совершенно уникальные вещи о которых 15 лет назад я не слышала и они усиливаются и когда появились вот эти научные знания последние стало понятно что мы изменились абсолютно просто диаметрально противоположно и все кто сейчас живет этому подверглись вот и мы продолжаем находиться в этом процессе до тех пор пока мы не станем соответствовать этому веку потому что наша планета должна перейти в категорию планет другого уровня а мы ей в этом помогаем и люди которые целом во вселенском понимании не понимают этого что от нас зависит от каждого человека естественно не будут достойны чтобы остаться жить на этой планете и так сегодня меня попросили рассказать о повязках всех видов я к ним приступлю после бандажа шейно-грудного шейно-грудной бандаж который одел Алексей на себя одна из самых удачных моделей не переживайте что он не имеет чехла потому что эти изделия стираются но только вручную здесь находятся ячейки и я должна сказать о том как производятся эти изделия они делаются таким образом сначала шьются такие мешочки эти мешочки запаиваются специальной лентой под очень высокой температурой через 600 градусов затем эти мешочки подставляются в такой аппарат который всыпает в них и это дозированно дозу устанавливаются вот этот порошок затем запаивается оставшийся шов и потом из этих ячеек вот все эти изделия которые сегодня буду показывать они спаиваются вместе и из них делаются полотна которые вставляются сюда эти полотна вставляются в чехол второй который уже застрачивается кантиком так вот микросферы здесь они насыпаны немного потому что иначе невозможно было бы чтобы они распределились по ячейку эти микросферы твердеют когда вы одеваете причем твердеют мгновенно в основном на людях есть люди жалуются на ком это не твердеет я говорю я такими людьми встречаюсь просто с единицами то есть это до такой степени с гармонизированные люди так вот они твердеют и вы не надо снимать изделия мне звонят просто большинство и говорят что только затвердело изделия они тут же его снимают и пытаются его сделать опять мягким не надо этого делать затвердело так и ходите в этом изделии но раз в день положите его на батарею чтобы оно сбросило это изделие информацию стало опять мягеньким и вы на следующий день уже работали с новой информацией то во что выстраиваются микросферы они выстраиваются в различные структуры различной формы соответствует вашим проблемам подобное лечится подобным но самый главный эффект самый главный эффект это полые микросферы потому что эффект отражения нашего излучения вот этого света 15 лет назад 10 лет назад даже 5 лет назад я говорила только об инфракрасном излучении и ничего другого сказать не могла потому что я ниоткуда не могла получить эту информацию но я понимала что дело не только в инфракрасном излучении что дело вообще в излучении а это и затрагивает и торсионные поля это затрагивает все наши тела это затрагивает уровень даже как Вернадский говорил ноосферы потому что вот сижу я сейчас в этом изделии и образуются стоячие волны которые не затухают и вот это место мое становится идеально стерильным и я распространяю эти стоячие волны которые не дают пройти через это пространство излучения микробом, бактериям, вирусом говорю это на основании того что это уже происходит с людьми кто в этом бандаже осенью и весной ходит по улице то есть ходит в магазины на прогулки ходит в этом изделии и особенно во время пандемии если я болела всеми видами потому что не ходила в этом то те люди которые ходили в этом не болели ничем это конечно просто гигантское известие которое я каждый раз повторяю и хочу чтобы люди знали и это поднимает уровень этого изделия покупки до сто процентов то есть у каждого человека должно быть это изделие потому что мы живем сейчас какой-то волшебное время когда болезни стали какими-то странными вот необъяснимыми мы слишком часто стали заболевать и слишком долго болеть это не так как было раньше и конечно нам не хочется этого потому что каждое заболевание оно серьезная стряска организма и если у кого-то есть какие-то серьезные хронические проблемы это грозит при современных заболеваниях даже гриппом смертельным исходом потому что современные заболевания идут слабые места и их разрушают полностью поскольку у меня были эти слабые места но я лежала они шли туда и все было как и должно было быть плохо но в результате все купировалось и вышло на другой уровень с восстановлением этих мест поэтому вот это изделие должно быть и у детей и у взрослых у всех оно просто обязательно должно быть в каждой семье в современном мире пока мы не трансформируемся окончательно и вот эта мера как бы уничтожения человечества она прекратится это будет трансформировать и пищу которую вы принимаете и структурировать жидкость которую вы принимаете и жидкость которая внутри вас и у вас будет самое главное не покидать энергия то есть вы никогда не скажете что вы в депрессии в пессимизме вот перестанут вот эти скачки быть настроение потому что здесь щитовидная железа здесь вилочковая железа вот здесь шишковидная железа посмотрите какой великолепный воротник как он высоко находится то есть просто нет слов а шея это очень важное место нет наверное ни одного человека на этой земле у кого бы не болела шея вот ну вот у меня она теперь не болит правда я должна сказать что если у вас есть смещение позвонков то обязательно сходите косталпату обязательно это мой опыт я микросферами давно пользуюсь они делали жизнь комфортной но не убирали причину если было смещение позвонков они только обезболивали и давали возможность еще прожить с этой проблемой потом она опять возвращалась так вот после того как поработал остеопат это вообще перестало возвращаться просто потому что микросферы прекрасно держат результат остеопата прекрасно именно для этого они нужны жилеты вот эти штучки для того чтобы вам остеопат вправил они потом не носите ничего не трогайте ничего не бояться что опять так вот если у вас есть микросферы после сеанса простого опата выходите носите эти изделия это никогда не вернется застабилизируется совершенно ваш позвоночник вот ваша шея и все будет прекрасно все будет прекрасно итак об этом изделии я рассказала теперь я начну вот это у вас есть самое маленькое с да наколенник есть у вас есть есть конечно есть с 1 да он называется вот этот наколенник он его можно начать чтобы попробовать он маленький но он очень удобный очень комфортный вот и прекрасно обнимает колено то есть посмотрите насколько удобно обнимает колено я вам должна сказать что проходит боль и особенно у кого мениск проблема с мениском или проблема с синавиальной жидкостью я вам должна сказать эти изделия если вы действительно будете одевать каждую ночь и стараться и днем еще при возможности в этих изделиях быть восстанавливают синавиальную жидкость полностью обезболивают и полностью дают так срастись всему и восстановиться что вы забудете о хроническом выходящем выбивающимся колене откуда откуда я это знаю и откуда я могу утверждать потому что у меня был хронический вывих голеностопа у меня болели колени и у меня полностью закончился хронический подвиг и полностью перестали болеть колени у моей подруги была замена тазобедного сустава и неудачно размер подобрали у нее выскакивал этот искусственный сустав и ей повторно делали операции так вот когда ей решили сменить сустав они не смогли это сделать сменили только внутреннюю деталь сделали ее длиннее потому что кость так приняла этот титан или с чего там делается этот сустав что врачи были в шоке уже невозможно было этот петал вытащить из кости вот вот что делают микросферы они дают возможность организму адаптировать искусственные элементы которые вас вставляют это очень часто после переломов бывают вставляют штыри различные бывают в мозг вставляют пластины когда операция на мозге была так вот вы не будете чувствовать что это стоит вы гораздо дольше пробудите с этими изделиями вот то есть с коленями а колени это как и шея это место о котором наверное я не знаю человека который бы не сказал что у него не болят колени вот и нет той радости когда они перестают болеть у кого они болят и перестали болеть это это понимают потому что колено участвует вы сели встали по порожкам идете везде участвует колено это просто жизнь как говорится спитанная если с коленями проблемы и так маленький этот предмет может полным восстановлением ваших суставов естественно люди начинают приспосабливаться и одевать его на другие места ну само собой можно на горло да одеть даже шапочку сделать из него то есть соединяют и делают шапочку совершенно полноценную шапочку вот из этого изделия естественно что можно на любой другой сустав то есть если например вы еще не поверили в это сомневаетесь купите самые дешевые изделия и потом вы побежите за изделиями гораздо большей площади а вы скажете ну а если этим маленьким изделием только можно зачем же изделия гораздо большей площади а потому что каждый участок вашего тела нуждается в помощи даже если вы одели на колени у вас будет очищаться все сосуды это дойдет обязательно и до сердца и до головного мозга до всего дойдет но на это нужно время а я убедилась от того что пользуюсь я пользовалась несмотря на то что у меня была возможность купить все вплоть до капсулы я пользовалась пять лет только одной подушкой у меня даже не возникало желания что-то еще купить ну кроме голеностопа потому что у меня голеностоп был под вывих я голеностоп себе купила и так я убедилась что я делала тогда ошибку потому что если бы тогда уже у меня давно был матрас если бы у меня были изделия более крупные вот процессы все протекали бы гораздо быстрее и у меня не ушло бы на это столько лет все гораздо быстрее бы в организме пришло в порядок потому что каждая клеточка бы отражалась когда я лежу там на матрасе или на этих других повязок вот начнем с повязок самых маленьких вот повязка самая маленькая это повязка с она размером где-то 38 на 40 там с чем-то да с небольшим мысиком вот здесь на колено вот когда-то они назывались верифорд теперь просто повязка на ногу называют то есть их вообще любили люди те у кого вены на ногах у моего мужа они прошли через 6 месяцев вены совершенно исчезли на ногах и не было тогда этих повязок а была только подушка и он спал просто с подушкой между ног а чем хороши эти повязки что вы можете круглосуточно находиться в них вы ночью спите и не можете не волноваться что подушка куда-то улетела без подушки лежите потому что ваши ноги обернуты в это изделие и важна каждая секунда работы с этими изделиями потому что организм вот это излучение оно возвращается и делает только тогда в тот момент когда эти изделия на вас делает такую мощную работу очистительную восстановительную почему я это могу утверждать потому что когда я диагностирую сразу после сеанса вы не представляете как диагностика показывает какое обострение сильнейшее то есть диагностика показывает что происходит в организме человек тот толком не чувствует о чем говорят люди которые лежат в капсуле они говорят шевеление значит в тех местах которые когда-то были проблемными там более горячим это место стало подергивает то есть никаких особенных самое сложное что может начаться что люди рваться побегут или например кал начнет выделяться или там моча лица такое тоже может быть вот это обострение связано с чем вы знаете эти врачи всегда говорят только через обострение это замечено нашей классической медициной начинается настоящее излечение если обострения не было то все загоняется в хронику и так это будет вечное только на время как бы вам облегчение дадут а потом все хуже хуже будет валиться со здоровьем так вот эти изделия когда на вас они вот там идет вот эта мощная работа вот с этим обострением почему потому что любой любая проблема которая в нас внутри эта проблема связанная с поселившимися в нас чужеродными существами чужеродными человеку так они не чужеродной природе природа все это придумала и она знала для чего она это делала то есть всевышний вседержитель бог я не знаю как называют тот кто сотворил все это но в нас это не должно быть ни глистов ни микробов ни бактерий ни грибов не должно быть потому что они не наши жители и если они в нас появляются есть бактерии которые врачи во всяком случае говорят которые полезны которые участвуют в нашем организме в переработке продуктов в усвоении вот в очищении а есть которые опасны так вот микросферы каким-то образом это знают потому что микросферы отражают вот это излучение божественное вашей клетки а это излучение это от того кто нас сотворил и он точно знает каждого из нас мы все его произведения и он точно знает что наше а что не наше в организме откуда я это знаю я не продолжаю восхищаться тем что если я съела что-то неправильно положив это изделие на живот все все решается и посмотрите какая большая форма изделие изделие которое можно вот так сделать закрепить липучки всегда липучки делайте чтобы они не валялись потому что они агрессивные за все цепляются вот здесь внутри находится это изделие в чехле внутри находится стирается только чехол посмотрите какое оно большое которое оно может служить вам и души то есть вы прекрасно можете сидеть на этом изделии это изделие может заменить жилет посмотрите видите прекрасно затрагивает очень большой кусок спины которые вы можете сверху прикрепить ниже и прикрепить еще ниже но проще будет если вы будете покупать два изделия во-первых это у вас две ноги у вас две руки если что-то случилось во-вторых у вас всегда несколько членов семьи которые могут один на одном другой на другом сидит или в машине вы едете там жене положили себе положили не едете счастливые в машине не в гепатогенозон и заодно терапевтируетесь и в то же время из этого можно слепить другое изделие например даже если у вас предположим кто-то из членов семьи полный а кто-то худенький для худеньких нужно вот две такие маленькие или одному маленькую другому большую но их можно все равно соединять смотрите вот этот вариант М чем он отличается посмотрите я кладу вариант С поверх этого изделия вот и вы видите что М изделия шире и длиннее где-то на пять сантиметров и так вы можете соединить одно изделие с другим и таким образом превратить это совершенно в другой предмет то есть вы можете это превратить в жилетку вот пожалуйста я превратила это в жилетку даже разного размера эти липучки видите да впереди и сзади вот и когда у меня бронхит я кашляю или я курильщик потому что начнутся выделения вот эти черные у курильщиков из легких вот я в этом жилете очищу легкие очищу бронхи приведу в порядок вилочковую железу а вы знаете это наша тест на то сколько мы прыгнем то есть она сжимается и исчезает и наша жизнь исчезает а в этих изделиях она расправится так же как у меня расправился головной мозг к сожалению никто не может это констатировать но факт что головной мозг у меня стал как у грудного ребенка хотя у меня микроинсульт был что слух у меня как у 45-летней женщины значит у меня слуховые вещи зрение у меня восстанавливается вот и много кариес совершенно прекратился вот волосы стали гораздо гуще седины нет у меня совершенно щитовидная железа гипотиреоз прошел то есть много положительных эффектов и особенно это сейчас важно когда вы заболеваете вот вы заболели чем вы не заболели бы одеваете и температура понизится и все и давление у кого то же самое одели воротник на 15 минут просто сядьте и наблюдайте и давление понизится или оденьте вот это и давление понизится теперь помимо того что это можно использовать как жилетку это можно использовать как юбочку то есть вы можете быть в этих неделях в нижней части вашего тела вот это тоже очень важный фактор например у вас тазобедренные вот так нужно быть вот и в этом можно когда вы в курсе можно ходить и на улицу вот потому что я вам рассказывала что я была в санаторий никак не могла после ковида кашель все у меня был был но я же только ночью сплю и все день весь обычный и я плюнула на красоту одела жилет и ходила в нем и только тогда я справилась когда я сутки не снимала жилет это я вам тоже утверждаю это мой опыт многократного заболевания моего и других людей все мне звонят и говорят что они когда заболели ковидом лежали полностью в этих микросферах и они говорят что очень тяжело кашляли и так далее но их не увезли в больницу и кислород был в норме то есть это очень важно а дальше помимо вот этих двух с и м м есть еще повязка м1 смотрите чем она отличается она отличается тем что если я ее одену то вы увидите какой это великолепный инструмент если у вас если у вас и колени и все посмотрите здесь великолепная над коленом липучка потом идут липучки ниже вот видите и чем отличается например я прикреплю с вот с я прикрепляю вот и вот посмотрите насколько длиннее вы видите это нога и это нога вот то есть короче здесь все колено и еще что очень удобно что вот это закрепляется сверху не сползает вообще и вся нога те у кого варикоз это незаменимо совершенно или просто боли в ногах или перелом был потому что последствия перелома рассасываются мне приносили снимок на котором кость со смещением была сломана рядом был снимок как будто вообще этого перелома не было не осталось даже следа от перелома мозолистого тела и так вот вам выбирать как этими изделиями пользоваться потом вот это изделие тоже чем оно интересно что оно еще на шею может зайти видите то есть мало того что жилет даже вы купили один вот этот с наколенником вещь да вот и у вас уже посмотрите какая площадь огромная закрыта у вас бронхит да горло болит вот у вас и шея и бронхи и до самой талии все абсолютно покрыто этим изделием вот если два то и там и там то есть одно из самых лучших изделий повязок на ногу не знаю есть ли у вас или нет но я вам все-таки покажу может быть вы будете заказывать это повязка на ногу L вот она какой длины смотрите видите от самого пола и до груди она метр пять по-моему длиной на ней находится раз два три четыре пять липучек пять и я расправлю вот этому изделию просто нет цены по универсальности если я расправлю это изделием то оно превращается в полноценный матрасе посмотрите видите какой огромный матрас вот я ложусь и накрываюсь видите это одеяльца мини матрасик мини вы не представляете здесь насыпано здесь большими ячейками поэтому как будто мини-подушечки в каждом каждой этой ячейке мини-подушечки просто колоссальные совершенно изделия а если я эти изделия советую толстякам у кого шестидесятый более размер почему потому что ни одни шорты на них не налазят и вот эти штуки им тоже малы и тогда я говорю купите это потому что здесь длина восемьдесят сантиметров восемьдесят восемьдесят это получается метр шестьдесят в объеме с этими липучками эти изделия соединяются одно с другим и это превращается в платье смотрите это капсула то есть сверху вот соединяются друг с другом и ниже колена вот такая вот вещь видите какая шикарная вещь то есть короче очень выгодная покупка вот я правда не знаю вот почему это делал потому что длина должна быть ноги это гигант должен кто-то быть метр с лишним ноги в общем короче сложно себе такого человека найти но соединенные две вместе это 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 бомба это просто бомба это заменяют капсулу это два матрасика дома вот и когда заболеваешь их соединил и все и улетел в мир вам вот то есть короче очень хорошее изделие так сколько там времени еще еще есть ли еще есть ли еще есть 4 минуты ага вот я хочу вам что сказать и это изделие может и подушечкой быть видите идеально пухлая хорошая подушечка так вот самое главное в конце я хочу сказать если вы хотите чтобы эти изделия очень серьезно вам помогали вам необходимо задуматься о том как вы мыслите позитивное мышление о котором очень много говорят улыбка на лице и дело не в том что мы прощаем кто плохо там это несколько неправильно нужно окружать себя позитивными людьми сейчас такое время наступило терпеть не нужно людей которые превращают вас в жертву которые используют вас которые агрессируют на вас время закончилось чтобы это терпеть то есть самое главное это состояние внутренней гармонии то есть возьмите положительные отрицательные качества список по энциклопедии и посмотрите какое из положительных или отрицательных качеств вас присутствует вот если вы утверди утвердительно скажите да во мне только одни положительные эти присутствуют вот именно такое состояние необходимо и еще от нас всегда требуют эмоции собирают стадионы делают терадоры быков убивают на специальные зрелищные мероприятия все это делается вот сейчас показывают войну да что там происходит все это делается для того чтобы вызвать эмоции вот если вы не умеете нейтрально независимо быть в курсе но не включаться эмоционально оценочно то лучше не дотрагивайтесь до этой информации это будет очень серьезно вредить вашему телу вашей вашему здоровью поэтому как можно больше позитива постарайтесь людям которые продолжают вас мучить своей агрессией и так далее если если вы не можете уйти у вас нет своего пространства то постарайтесь тогда не давать пищу этому человеку то есть эмоции не давать и в тот момент когда это происходит говорить я чувствую только то что я чувствую и просто смотрите и слушайте нейтрально этого человека и этот человек может потерять к вам интерес перестать вас мучить или смотрите ему вот сюда в третий глаз и говорите про себя я принимаю тебя таким какой ты есть он там орет на вас еще что-то там а вы говорите я принимаю тебя таким какой ты есть тогда это не затронет вас а если вы хотите охранить себя совсем то или вы должны быть в этих изделиях находиться в этот момент когда вы общаетесь с человеком потому что его энергия будет отскакивать от этих изделий или вы должны говорить про себя возьми себе то что ты оставил мне это будет действовать точно так же зеркально возьми себе то что ты желаешь мне все больше ничего нам нужно говорить и этот человек потеряет интерес наносить вам боль чтобы вы выдавали эмоции эмоции и на стадионах и эмоции сильные фильмах которых ужасы показывают эмоции театре где это тоже самое это сбор энергии поэтому если вы видите что какая-то постановка или какой-то фильм такого уровня вы просто уходите потому что это опасно для вашего здоровья что ученые сейчас измерили они измерили что поле человека целитонные такие частицы остается в помещении где был человек до трех суток то есть у вас гостя в гости побывали и трое суток они еще у вас присутствуют почему говорят народные есть такое преды никогда не выметайте пол после гостей потому что с кем-то может случиться несчастье вот мне когда-то это рассказали как бы мне не хотелось убраться вот я не подбитаю пол чтобы все добрались до дома нормально потому что если была отрицательная мысль кто-то негативно у нас мыслит в будущих гостях с ним что-то случится по дороге вот наши изделия спасают от и помещение защищают помещение поэтому тоже ценить их за это они нейтрализуют геопатогенные зоны о которых мне все просили говорить геопатогенные зоны это сетка Хартмана в интернете найдите об этом теорию что земля вся находится в сетке Хартмана и момент пересечения вот здесь находятся геопатогенные зоны геопатогенные зоны неправильно расставленная мебель например вы спите а вам вас разрезает угол какой-то мебели вот угол направлен на место где вы спите нужно обязательно этот угол нейтрализовать микросферами можно повесить там маленький кружочек из микросфер ну что-то такое чтобы во время сна вас это не резало вот то есть короче геопатогенные зоны может быть само помещение построенное не по законам золотого сечения пропорции комнат там потолка потолка высоты и так далее и тому подобное в общем очень много что есть и когда вы спите на этом нейтрализуется все неправильные материалы в стенах электрические розетки провода в стенах неправильные пропорции в вашем помещении потому что микросферы имеют пропорции золотого сечения ваша жидкость считывает пропорции золотого сечения и вы лежите в золотом сечении и не важно что вокруг вы само золотое сечение вы спера и для вас ничего не страшно ну вот я вместилась сейчас с большую спасибо прекрасный вебинар большое спасибо за ваше выступление еще раз вы нам рассказали именно какую пользу приносят именно изделия с наполнением из микросфер ну от себя хочу добавить что да на самом деле у очень многих людей самое любимое изделие это конечно в рефорте сейчас их называют может быть по другому но они у нас мы их получаем как в рефорте то есть чем больше в рефорте конечно он больше пользы приносит людям потому что большую площадь он может на нашем теле охватить всем как бы желаю пользуйтесь именно изделиями именно в рефорте потому что они это мини матрасы это прекрасно восстанавливается кровеносная вся система на ногах на спине на груди а это самое главное а можно коротко вопросик алексей конечно а светлана скажите пожалуйста у нас у одного знакомого взята мужская ракушка и вот как раз сегодня он позвонил и спросил а как мне ее стирать можно там же нету на ней спокойно руками только вручную то есть он душем мочит там мягкая ткань поэтому можно просто помочить вот берет мыло намыливает и смывает все как обычно стирается и вешает сушиться все она высохнет и ничего что она она высохнет внутри ткань которая не проникает в микросферы снизу под этой вот мягкой ткани и поэтому это ничем не вредит абсолютно молекула воды она больше чем сама микросфера да потому что я буквально позавчера выезжал на новый наш склад в ляйцык и разрезал одну из изделий микросфер честно говоря с ними сложно управлять она как вода взлетает она взлетает рассекается и уловить где куда упал невозможно невозможно водой намного легче управлять чем с микросферами да поэтому она настолько мелкая что маленькая очень-очень мелкая ага окей благодарю не пройдет как пар как пар вот пар мы видим белый пар да он дым там из трубы да течет вот точно такие микросферы то есть если вот ты разрежешь прямо как дым вот так все да и получается что чтобы удержать микросферу как раз и используется ткань которая не которая не пропускает и она не пропускает воду воду окей благодарю мыть будете не микросферу вы будете мыть чехол точно так же можно значит и шлем да вот шлем без да и шлем конечно спокойно мыть да потому что вода не проникнет через эту ткань вот а микросферы там внутри останутся не затронутыми водой шлем у нас идет с с чехлом это сейчас а раньше раньше был да окей благодарю лучше всего конечно мыть это продукция бенотек это точно да так как там идеально будет промывка ну вы знаете бенотек это органический отделитель он отделит грязь вы ее смыли никакой химии в ней нет и в этом случае у вас все идеально сохранится да все ясно дорогие дамы уважаемые господа мы уже больше часа в эфире хочу всем пожелать хорошего вечера пользуйтесь продукцией с наполнением из микросфер Светлана вам огромнейшее спасибо великолепный вебинар прям вот смотрю что очень много таких отзывов большое все вам желают спасибо хорошего здоровья хорошего настроения до встречи в следующий четверг до встречи до свидания спасибо большое до свидания спасибо 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 до свидания до свидания до свидания до свидания